Оксид и пероксид натрия. Ну, натрия-2 соединения с кислородом основные, натрий-2О и натрий-2О2. Вот натрий-2О это оксид, минарное неорганическое бесцветное вещество, основной оксид, состоит из бесцветных кристаллов, там кубическая сингания, вписанный в куб. Хранят его в бензоле, потому что он взаимодействует с водой, бурно довольно, с образованием щёлочи. Ну, получение. Если просто натрий с кислородом, вот натрий на кислород вытащить, то, как правило, образуется пероксид, либо смесь. То есть, поэтому непосредственно натрий с кислородом нельзя, потому что там будет смесь из оксида и пероксида. Там по разным причинам может быть больше оксида, либо пероксида в этой смеси. Поэтому основные способы получения, это, допустим, взаимодействие металлического натрия с нитратом натрия, либо прокаливание карбоната натрия, потом будет оксид на А2О, или разложение нитрита натрия. Вот это основные способы, которые получают, собственно, оксид, получить, а не пероксид. Химические свойства. Если его нагреть, он разлагается и образуется пероксид натрия в итоге. Взаимодействие с водой, с образованием щёлочи, поэтому, соответственно, оксид опасен при попадании на кожу. На коже есть вода, он с водой взаимодействует, образует щёлочи и химический ожог. С кислотами взаимодействует с образованием соли и воды, с кислотными оксидами с образованием соли, ну, в общем, основной оксид это всё называется, короче говоря. С жидким аммиаком образует амид, ну, и кислородом опять до пероксида окисляется. В общем, по многим направлениям он просто превращается в пероксид. Пероксид натрия более такое устойчивое соединение. Применяется для различных синтезов, в том числе для получения, собственно, гидроксида натрия, то есть для получения щёлочи, потом динептутата натрия, ну и других веществ. Пероксид, стало быть, натрия, натрий-2О2, тоже, значит, соединение натрия с кислородом, желтовато-белые кристаллы, вот он, пероксид, ионная кристаллическая решётка. Ну и, по сути, считается он производным пероксида водорода всё-таки. Пероксид натрия, прежде всего, взаимодействует с водой, с сильным выделением тепла и образованием щёлочи. Вот в связи с этим, значит, он очень опасен, потому что при реакциях с водой, во-первых, вот эта вода с щёлочью, она кипит и может попасть на экспериментатора. То есть всё там надо, контроль температуры, защита вся полностью, то есть где-нибудь в закрытых плоскостях это всё делается. Кроме того, вообще сам по себе пероксид, попадая на кожу, может вызвать реакцию, потому что на коже вода есть, с образованием, опять же, щёлочи, с нагреванием и так далее, что вызовет химический ожог. Но, тем не менее, хорошо кристаллизующиеся гидраты образуются пероксидом водорода. И, собственно, в результате быстрой кристаллизации пероксида натрия из ледяной воды получается гидрат водорода сранительно безопасный. Ну, с серой, с порошком алюминия горит, то есть бурно реагирует взрыв, пожар, всё такое. С монооксидом углерода, то есть СО, образует карбонат, с аммиаком, с разбавленными кислотами реагирует, ну, с соли, естественно, получается и пероксид водорода. Получается пероксид натрия с горанием натрия в кислороде. То есть вот натрий в кислороде горит, как уже ранее было описано, и в основном образуется пероксид. Применяется для отбеливания тканей, шерсти, шёлка, соломы, для получения кислорода. Например, позволяет кислород из углекислого газа получить, поэтому в противогазах он используется. Вот поглощается угарный газ, углекислый газ, и образуется кислород. Поэтому такой опасный, в общем-то, пероксид, он как раз в противогазах используется. Кислород позволяет человеку получить. Но, тем не менее, он по всем классификациям третий класс опасности, умеренно опасные химические вещества, нельзя допускать попадания на кожу. Аэрозоль, если он в воздухе растворён, тоже вызывает такой же эффект, как щёлочь растворённая в воздухе, то есть разъедает лёгкие. Опасно для окружающей среды, поэтому при работе с пероксидом натрия используются респираторы, защитные очки, спецодежда, хранится в герметичной таре. Вот такая краткая информация про основные оксиды натрия.